Всем привет! Доброе утро! У нас уже не утро, а день. Мы собираемся с Софийкой на музыку и я хочу немножечко привести себе лицо в порядок. Девчонки, вчера сняла ресницы. Видите, я без ресниц. И знаете, в чем прикол? Я же сколько не пользовалась, у меня брасматик под засох. Я перед этим его покупала. Ресницы не наращивала. В принципе, не сильно он так и засох. Сейчас буду пробовать красить ресницы. Мне спрашивали, просили видео с нячем, я ухаживаю за руками, за лицом. Девочки, у меня, я вообще много косметикой не пользуюсь. Очень редко. В основном ходила с нарученными ресницами, все, губы крашу. Тональным раньше пользовалась. Теперь я вам рассказывала, тональным пользоваться не хочу, потому что сильно сушит кожу. Кожа и так сухая. Ну, так как от солнца, видите, вылазят пигментные пятнышки, ну ничего, все равно замазывать ничего не будет. Ну, какая есть кожа, такая есть. Пользуюсь я в прошлый раз, ну, перед морем вам, по-моему, рассказывала, я купила вот такой крем Невея. Вот, ночной. Надо себе, кстати, купить такой дневной. Очень понравился. До этого я пользовалась обыкновенной Невея. Ну, такие железные баночки. Но он жирноватый. Хотя у меня кожа сухая, мне вроде бы как нормально подходит. Но вот этот мне вообще понравился. Надо купить себе такой дневной. Обычно кремом лицо увлажнило. И, кстати, у кого сухая кожа, увлажняет очень хорошо. Кожа не липкая. Знаете, как вот есть, намажешься кремом, и так вот неприятное ощущение на лице. Пленка такая. А от этого нет. Оно такое прям трогаешь его, оно увлажненное. Вот. Так что вчера поснимала. Уже сколько можно ходить? Ресницы это когда я делала? Когда в июне? Или в июле? В июле. В июле. А уже, извините, уже октябрь скоро. Скоро. Сегодня кое? 29-е? Послезавтра. Послезавтра уже все, октябрь. Очень хороший крем. Прям понравился. И он стоит недорого. Надо себе такой купить теперь дневной. Не знаю, Невия хорошая косметика, недорогая. Я дорогую, супер дорогую не покупаю. Привет. Софийка уже со школы пришла. О, София, там тебе написали комментарии. Ладно, эту тему потом обсудим. Сегодня утром я косички заплетала. Сейчас крем немножко впитается. Сейчас попробую накрасить ресницы, что у меня получится. До и после. Крем для рук. Короче, сейчас я вам покажу. Крем для рук. Показывай. Показывай мне, что тут камера стоит. Крем для рук детский. София покупала набор. Пользуюсь этим кремом. Вообще, до вот этого крема я пользовалась не вея на ночь жирным, а днем пользовалась вот этим детским софийным кремом. Детский, обыкновенный детский крем. Я считаю, что детские крема, как бы, знаете, плохого что-то не добавляют, именно для сеток изменяюсь. И ручки помажем. Просто руки. Никакие маски. Я для рук ничего не делаю. Если для лица могу делать, и то я такая неответственно подхожу к этому процессу и делу. Надо же делать регулярно маски. Я не делаю. Мне кажется, чем меньше всякой химии на лице, и тем кожа будет моложе и здоровее. Лучше делать натуральные маски. Я по себе сужу по сухой своей коже. Мне нравится маска из меда и яйца. Очень хорошая маска. Очень хорошо увлажняет кожу. И подтягивает, разглаживает маленькие мелкие морщинки. Но это надо делать регулярно. Вот тогда видно результат. Если только перестаешь делать... Так, сейчас я накрашусь в реснички. Посмотрим, изменится ли что-то. Изменится или нет. В общем, остаюсь вот так. Включусь, когда накрашусь. Так, ну накрасила один глаз. Не знаю. Нормально видно, да, ресниц? Заметно разница? Да заметно. Все равно глазик накрасился. Просто после того, как снимаешь ресницы, когда нарощенные были, все равно, это же на твоих ресничках, оно тяжесть. Все равно. И они немножечко становятся не вот такие, а как опускаются. Но со временем, когда каждый день ты начинаешь краситься, реснички становятся на свое место. Нормально. Я ожидала, что будет хуже. Для первого раза нормально. И ничего там не выпадает. Все нормально. Не переживайте. Так, все. Докрасим следующий глазик. Так, у меня вот такая вот пудра. Я, наверное, немножко пудрой выровняю тон. Немножко. Она светленькая. Чтобы не блестело лицо. Это мне Аня дарила. Зеркало сзади смотрю. Что моя зайка? Ни кучка прибежала. Тебе тоже носик подпудрить? Ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Может, румяность сделать. Или не буду вообще. В принципе... А губы еще накрасить. Ну что, мой макияж готов. Пять минут и все готово. Я много не уделяю внимания. Нет у меня много косметики. Девчонок, посмотришь там. Кремов. Ой, чего там только нет. Разные там корректоры. Разные тональные кремы. Я даже их название не знаю, девочки. Не пользуюсь. Мне кажется, чем меньше пользуешься разной косметикой декоративной, тем и лучше для кожи. Ну, лично это мое мнение. Вы же говорите, что я хорошо выгляжу. Значит, так и есть. Главное, губы накрасил красной помадой и все, сразу праздник. Я обожаю красную помаду. Может, это, конечно, не поседневная помада, но я ее люблю. Мне нравится. Что я пошла. Ладно, все, побежали мы одеваться. Встретимся уже где-то с вами. Встретимся на улице, наверное, встретимся, поснимая. Ну, не знаю, там сегодня у нас такой сильный ветер. Так что, как-то так. А, мы уже отзанимались. Мы, Софийка, отзанималась. Да. Ты довольна? Да. Дома вам не рассказала. В предыдущем видео закрепила комментарий, даже, который мне вчера или сегодня написали по поводу... Там два человека писала. Один человек нормально, а другой я комментарий именно закрепила. по поводу Софийное занятие скрипкой. София выбрала скрипку... Сама. Сама. Можно ли обычно? Ее никто не заставлял. Она в четыре годика пошла заниматься скрипкой. Мне даже в мыслях не было сдать ее заниматься на скрипку. Ей понравилось. Она была маленькая. Ей нравился этот звук. И она говорит, я хочу заниматься. Она с трех лет просила, но в три годика ее туда никто не взял. Мы и так пришли в четыре года заниматься скрипкой. Ей очень нравится. И когда вы говорите, что ребенок... Он не таланта у ребенка. Вы, во-первых, разве слышали, как она играет? Нет. Во-вторых, для общего развития это очень хорошо, когда ребенок занимается музыкой. Не по желанию родителей, а по своему желанию. И возьмите, посмотрите, самые развитые страны. Япония, Китай. Там дети с двух лет играют на скрипках. Вот вам, пожалуйста. Развитая страна, от которой мы отстаем. Го-го-го, насколько. Все дети занимаются на скрипке с двух лет. Они все умеют играть. Можно я кое-что скажу? Скажи. Если что, в три годика я сама захотела. Я пришла на станкалки, я помню, говорю, сдай меня на скрипке. Да, София просила. Так что кто это просит? Не надо так писать, что ребенок талантливый, неталантливый. Вы не слышали, как она играет. У меня сейчас по счету должен быть второй класс, а я уже пришла в третий. София у нас очень хорошо играет. И не хвалюет, потому что это как мой ребенок. Но среди своего класса, среди своих учеников у нас София идет самая лучшая. Из своих сверстников. Я должна быть класса? Очень класса. И мы, сколько ездили на конкурсы, у нас всегда очень хорошие места. Четыре года я заработала первая, но самая первая. Да. Мам, нам надо на почту. Нам надо так, ладно, все, поговорили, идем дальше. Так, ветерная насильная. Ой, дороги проговорили. Мы сейчас зайдем в АТП, купим фруктов и пойдем на почту. Посылочка пришла. Ну, не на новую, а на Укрпочту. Заберу посылку и вам дома уже покажу. Покажем. Я уже знаю, что. Да, посылочка. Ладно, это будет сюрприз. Потом увидите, от кого. Так, мы уже дома. Пришли домой. Это очень хорошо. Скупили. Сейчас я вам быстренько покажу, что купили. Так, это Микузьки. Я купила мясо. Так, ну, как всегда разряжается телефон. Курицу и сердечки купила. Их зашла, говядина уже не было, ничего не осталось. Ну, поздновато мы, конечно, пошли. Вот эти печеньки, что я вам говорила, в сахарной пудре. Очень-очень вкусные. Уже вам показывала. Сейчас покажу, может, кто не видел. Вот такие вот вкусные-вкусные сахарная пудра. И внутри, как палочка такая. Ну, такая она нежненькая, как песочная. Мам, не стучалась. Ммм, уж ладно. Софийке бананчики купили. Сливы купила в АТБ. Яблоки. Ну, ей там для школы ножнички ей надо. Купили такие ножнички. Кисточки такие покупали. Еще купили. Мочалка. Закончились губки. Два кусочка мыла хозяйственного покупаю. Там смотрела в АТБ. Тоже было написано. Хозяйственное мыло. 72% в пакете. Оно дешевле было. Вот это на рубль дороже. Ну, вот это такое темнее цветом. Без пакета. И тоже 72%. Не знаю, какое лучше. Взяла проверенное. Это печенье вкусное. Вкусно? Кушай. А еще мы Софийке купили красивый костюм. Покажешь? Вадим, покажем. Пошли. Микузька у нас сушку кушает. Только мама тут не разрешает кушать. Давай покажем костюм. Очень красивый. Сейчас я его разложу, вам покажу. Вот такой вот костюмчик. Ну, мы тебя сюда не звали. Ты красавица. Скажи, новый запах. Новый запах. Очень-очень теплый. Так, сейчас, девочки. Так, Микузьку пока убрали, потому что, ну, не дает ничего снимать. Он такой, ну, не знаю, он велюровый, не велюровый. На ощупь такой очень-очень приятный, как плюшевый. Вот тут на грудке такая эмблемка, как олень. С пайеточками, с камушками. С капюшончиком. Внутри тоже очень-очень мягенький. Такой нежный. Сильно нам понравился. На рукавах тоже вот такие вот вставочки, как с пайеточками. Кармашки. Вот. И такие штаны к нему. Тут штаны тоже очень-очень такие. Ну, ой, не знаю, он такой приятный, как плюшевый какой-то. Внизу на манжетах резиночки. Тоже тут олень. Очень-очень теплые. Размер десятый взяли. Мерили двенадцатый. Думала побольше взять. Не сильно был большой. Классный. Сейчас попрошу Софику померить. Ну, вот зима идет. Тепленько одевать. Будет хорошо. Так. Тут тоже размер десять. Вот такая цена. Ну, не дешевый, но классный. Он очень такой прям толстючий, теплючий. Софика, померяешь? Софика померяет, костюм покажу. Так, я посылочку забрала на почте. Но, наверное, я сниму в отдельном видео. Потому что нам сейчас уроки надо учить. Время уже идет. Отдельно вам сниму. Ой, зайчик, извини. Зайчик, извини. Сейчас нам Софик будет мерить. Да. Осенчик. Хорошенький, Софика. Такие штанишки. Очень, да, нежный такой. Да, он бархатный. Как мишка. Плюшек такой. Смотри, Софи, я придумала, знаешь, под что? Ну, под низ, конечно, надо будет футболочку надевать. На голое тело ты его не будешь носить. И он очень-очень теплый. Можно носить, будет прохладно. Знаешь, чем? С серой жилеткой. Смотри, у тебя серые штанишки. Они не серые, они синие. Нет, это на видео синие, вообще они серого цвета. Нет, мама, они синие. София, они серые. Это такой графит цвет, серый. Давай жилеткой померяем, давай. Давай. Микки, ой, София, я тебе попала мечом. Ну, прости. Дай я тебя поцелую. Микки, кидала меч, и Софийке в лоб попала. Ты не достанешь жилеточку. Давай, я достану. Вот это, гляньте. Бандитка, бандитка. Бандитка, бандитка. Очек, атак. Аха, аха, аха. Бандитка, бандитка. Микиська, бандитка. Ой, Боже мой. И хликает, и хликает. И хликает. И хликает. Достала, да? Ой, она хоть не маленькая у нас. Давай померяем. Ой, классно вообще. Ну да, что она, конечно, получается тебе жилетка серее, чем что-то. Ну все равно классно. Иди сюда. София, смотри, чтоб лоб тебе не попался. Иди сюда, я капюшон помогу тебе сзади заправить. А капюшон можно сверху выложить. Да? Ага, дайте я все. Сейчас сюда. Ничего, прикольно, да? Тепленько будет. Она так красивая, классная. А вот это как эти, как кармашки. Угу, хорошо. Вот это красиво, розовое. Розовое, он тепленький такой. Хорошо, Софичка, с обновочками тебе. Спасибо. Мы с вами прощаемся на сегодня. Пока-пока. Пойдем учить уроки. А посылку, распаковку я сниму в другом. Ну, в следующем видео. Все. Пока, люди. А пока. Всем пока.